На и добрейшего времени суток, дорогие друзья, с вами на микрофоне, как всегда, Док Брауна, на ваших экранах Терра Онлайн и новый данж Поляна Древней. Данж данный для соло прохождения и я сейчас хочу рассказать вам о некоторых его особенностях. Собственно, на данный момент вы видите, как кучка мобов бьет голема. Это первое ваше, скажем так, задание. Задание защитить данного голема, причем вам нужно набрать сотню мобов, то есть убить 100 монстров, тогда все красные кристаллы, стоящие вокруг, которые вы сейчас наблюдаете, они разрушатся и вы сможете пройти дальше. В принципе, вас ничто не держит и вы можете оставить голема умирать, но в такой ситуации активируется хардовый режим и вы познаете на последнем боссе всю боль и несчастье, потому что будет просто абсолютнейшая жесть. Пройти будет гораздо сложнее именно последнего босса. То есть вы можете защитить голема и пройти в нормале этот данж, а можете не защищать этого голема и активировать таким образом хард мод данного данжа. По сути, все, что вам нужно, это следить за полоской хп данного голема, которая отображается у него над головой и стараться не подпускать слишком близко к нему постоянно прибывающие волны монстров. После того, как вы убьете сотого по счету монстра, вам напишется такое маленькое извещение о том, что, мол, вы защитили и можете двигаться дальше. Далее вы плавно продвигаетесь к следующей комнате. Вы видите небольшого попаря, который просит вас о помощь, а также, собственно, стрелочка желтая тоже указывает, в какую вам нужно идти сторону. Собственно, здесь мы тоже должны защищать вот данного голема, который лежит от тех двух больших, которые лежат вдалеке. Особенность очень интересная. Данный голем, он не бьет никого и ему нужно время, чтобы отхилиться. То есть, фактически, ваша задача переагривать двух дальних этих темных големов на себя и не давать им добраться до впереди стоящего голема. Суть в том, чтобы дать ему время отхилиться полностью на 100% и самому разрушить красный кристалл, стоящий в центре данной комнаты. Старайтесь переагривать големов то одного, то другого. И как только сагрили на себя одного, сразу бегите к другому. То есть, не давайте подойти этим големам к защитнику, к привратнику, которого вы защищаете. Потому что они будут мешать ему восстанавливать хп и наносить удары. Их хп будет постоянно падать, потом опять расти, потом опять падать. И это затянется очень надолго. То есть, всегда старайтесь сагрили одного, побежали к другому. Сагрили второго, побежали обратно к первому. Потому что периодически они отагриваются и начинают двигаться дальше, обратно вперед к голему, чтобы наносить ему урон. После того, как голем, собственно, отхилится на все 100%, он сам уничтожит красный камень, стоящий в центре. И эти два голема просто отправятся в бесконечность. И вы сможете пройти к финальному боссу. По сути, ничего сложного нету. Берсы и танки без проблем могут даже подставляться под удары данных големов. Бьют они не то, чтобы очень сильно. И, в принципе, никаких проблем с прохождением данной комнаты вообще не возникает. Но пройти ее, кстати, желательно обязательно. Не проходите мимо. Так надо. То есть, не значит, что можно пройти сразу к последнему боссу. Нужно проходить все в правильной поочередности. То есть, сначала защитили одного, потом защитили второго. А уже потом двигайтесь к последнему боссу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Успешно защитив Стражника, движемся дальше. И, собственно, перед мостом видим два кристалла. Правый бафает на отхил, левый бафает вас на, скажем так, усиление вашего дамага. Больше дамажить будете. Обратите внимание, что бить вам нужно здесь именно кристалл. И вот, сейчас был, кстати, одна из атак босса. Когда появляется вот такой вот желтый круг, обязательно из него нужно выходить. Бьет он очень сильно. Поэтому старайтесь не стоять в нем. Ни в коем случае. Сразу выскакивайте, выпрыгивайте, телепортируйтесь оттуда, чтобы не попасть в него. По сути, атаки босса обычно, когда он бьет то правой, то левой рукой, они не очень сильные. Но, вот посмотрите, сейчас на атаку, вот такая огненная атака, когда он пишет, что даже угли от тебя не останется, это значит, нужно отойти в сторону от камня. А когда появляется вот такой круг со стрелками внутрь, нужно обязательно в него зайти. Если попадете под вот эту огненную струлю, будет очень-очень больно. Разнообразие атак у этого босса невелико. То есть, фактически он либо бьет по очереди руками, либо делает, скажем так, огненный плевок в сторону камня. То есть, тогда появляется оранжевый круг именно вокруг самого красного камня, который вам нужно бить. Все обычные классы, скажем так, выскакивают, а танки и берсы могут просто поставить блок. Также, вот когда огненная атака, когда он пишет, что угли не останется, все классы обычные отходят в стороны. Берс же и танк тоже могут просто поставить блок и беспроблемно выдержать эту атаку. Все остальные атаки с большими кругами, то есть, вам нужно именно либо выходить за обычный круг, либо если круг со стрелками внутрь, нужно зайти в этот круг. То есть, не перепутайте. От обычных атак, то есть, там, к примеру, конечно, магам, воинам, лучникам, да, желательно уворачиваться, ибо достаточно все-таки больно будет тем, кто в коже и в ткани. Ну, а по сути, те, кто уходят в тяжелой броне, ну, не знаю, я особо не ощущал. То есть, как бы сильно больно не было. Проходится босс достаточно легко и просто, и единственная особенность это то, что когда вы активировали хард мод этого данжа, то после того, как вы сольете камень, вам нужно еще будет и прикончить само дерево. Это будет тоже непросто. Но об этом уже в следующем видео. Это я покажу отдельно, как проходится именно хард мод, вот как проходится данж этот в хард моде. А так, собственно, данж очень даже приятный, плюшки, которые здесь выпадают, очень даже классные, то есть, есть смысл сюда ходить. Напомню, что данж проходится только в соло режиме, а вы, после того, как обнова была, то вы даже получили специально три свиточка, чтобы телепортироваться к этому данжу. Вы портуетесь, заходите и проходите. Данный данж можно пройти один раз в день, либо два раза, если у вас есть, собственно, прем. Ну и, конечно же, можно активировать свитки на сброс данжей. То есть, если вы хотите, к примеру, еще раз сюда сходить, можете активировать свиточек и ходить сюда еще и еще. Но помним, что у свитков на сброс данжей тоже есть откат. По сути, вот такая вот вся тактика на данном данже. Ничего особо сложного здесь нету, ну, по крайней мере, в нормал моде. Периодически, как вы уже видели, появляются мобы. Мобы падают, ну, с одной из двух тысяч. То есть, мобы здесь не особо жесткие. Беспроблемно все это проходится. Надеюсь, ребята, это видео было вам полезным. Если это так, то обязательно поставьте лайк этому ролику. Обязательно подпишитесь на канал, если этого еще не сделали. И добро пожаловать в группу ВКонтакте. Там тоже очень много всего интересного. Все розыгрыши, конкурсы, это все там. Ссылочка на группу в описании под видео. А на этом все. С вами был Док Браун. Спасибо за просмотр. Удачи, друзья. И до новых встреч. Не болейте. Пока-пока. Пока-пока.